Доброго дня, дорогие телезрители! Сегодня, ну, лично для меня необычно все. Во-первых, сегодня пятница, но завтра не выходной, а рабочий день. Во-вторых, сегодня пятница, а не понедельник. Тогда что я здесь делаю в программе «Город женщин»? А в-третьих, я здесь нахожусь в компании прекрасных своих соведущих. Это Юлиана Ким и Дора Николаева. Добрый день. Девочки, давайте-ка расскажите нам, чем мы будем заниматься. Я сегодня покажу одну очень интересную вещь, которая пригодится не только детям, но и в домашнем хозяйстве. Так, здорово. У меня есть очень интересные гости. Мы расскажем о принтах в одежде, о цветах в одежде. Вы все ждите. Ясно, я в связи с фэн-шуем, я так понимаю, всего этого. Ну что, прекрасный день, лето, жара, наконец, наступило. Ну и дети, все равно дети, такой сквозной красной нитью через всю передачу сегодня. Ожидайте много интересных тем и много интересных гостей. Доброго дня. Ну а для начала, конечно, мы дадим слово нашей Юлиане. Она обещала нам показать нечто необычное, точнее, обычную вещь, которую мы часто видим в магазинах, хотим купить, но такая жаба придавливает иногда, да, Дора? Сейчас только об этом говорили, да, что всегда, ага, это мы можем сшить, это я могу сшить и мимо проходим. И в итоге? И никогда не делай. Ну а как сделать необычную вещь своими руками, я вам сейчас покажу. Сегодня мы будем делать корзину для чистого белья. Девочки, вы когда-нибудь задумывались о том, что есть корзина не только для грязного белья, но и для чистого? Задумывалась, но у меня, честно говоря, все на полочках-то лежит в открытом доступе. То же самое у меня на полочках. Я люблю гладить сразу скопом, да, некоторые раскладывают по шкафам и потом, когда перед выходом, гладят. У меня не так, мне должно быть все в шкафу поглажено. Поэтому для таких случаев, когда я не успеваю собрать, погладить вещи, я собираю их с сушилки и помещаю именно в такой мешочек. Неглаженные вещи. Да, корзину. Неглаженные вещи. Либо же вы можете использовать эту корзину для детских игрушек. Итак, для того, чтобы сделать такую корзину, вам понадобится синтепон плоский, шириной 1 метр, высотой 60 сантиметров. Любая хлопковая ткань. Я выбрала бязь. То есть это такая ткань, из которой вы можете шить даже постельное белье для своих деток. Мы с моим сыном, когда ходили в магазин, он выбрал именно такую расцветку в морском стиле. Он сам выбрал этот цвет, поэтому я ему уступила и сказала, хорошо, будет такой цвет. Вот смотрите, нам нужно 2 отрезка ткани и 1 отрезок синтепона. Также для дна нам понадобится вырезала диаметром 35 сантиметров синтепон и также 2 ткани. Вот внутренняя сторона и внешняя сторона. Все это мы будем вместе пришивать. И самое важное, перед тем, как вы начнете шить, не забудьте все скрепить булавочками специальными. Вот мы ложим, сначала 2 слоя прошиваем, внешний и синтепон. Закрепляем все это такими булавочками, для того, чтобы наша ткань не скользила, потому что она, когда вы будете ее шить, она будет скользить. Затем мы ее сложим вдвое. И в этом месте нам надо будет прострочить. Прострочим ее и те же самые действия мы выполним с изнаночной стороной. Сложим вместе лицевой стороной наполовинку и прострочим здесь. После того, как мы прострочим, мы соединяем уже с основной деталью. И кончики нужно будет прошить либо на оверлоке, либо оверлочной, как правильно Дора сказать? Обмёточной. Обмёточной, да. Все знают. Так, и потом, еще самое важное, что забыла сказать. Когда мы перевернем нашу ткань, нам нужно будет в нескольких местах прострочить, вот сделать такие строчечки. Выстегать. Да, как бы стеганая, чтобы она получилась. Она тогда будет... За счет того, что внутри находится синтепон, корзина будет держать форму, то есть она не будет падать. И можно будет еще сделать ручки специальные с двух сторон. И можно будет вот так вот за ручки ее носить, да. Также простегать надо будет наше дно. Наше дно мы ложим вот так. Внутренняя сторона и внешняя сторона. Значит, мы здесь полностью любым узором. Можно вот полосочки сделать, можно по кругу вот так вот пройтись, да. Любым узором простегать. Затем, после этого, мы будем соединять основную деталь с нашим дном. И после того, как мы соединим основную деталь, нам нужно будет вывернуть сверху и прострочить еще раз где-то на расстоянии трех сантиметров. Сделать строчку еще здесь, для того, чтобы более плотнее смотрелось. Ну, и, по-моему, я уже все сказала. Я потеряла нет рассуждений на второй минуте твоего объяснения, понимаешь? Я надеюсь, что ты покажешь нам потом все это. А круг вы можете сделать любым подручным средством, который у вас дома имеется, с помощью исчезающего маркера. Возьмите, допустим, противень для пиццы, крышку. Я вот сейчас начну, а итоги я покажу в конце передачи, как обычно. А ну, а я пока с удовольствием приглашаю в нашу студию девушку, которая покорила нас и своей смелостью, и своей яркой внешностью, ну и, конечно, своим жизненным опытом, очень уже богатым. Ирина Луговая, путешественница, да не простая путешественница, а семейная, можно сказать. То есть тот человек, который нам сейчас расскажет, как не бояться, чего, наоборот, опасаться. Очень красивая девушка. Очень красивая девушка, да, это ответили все. И, кстати, тоже красный цвет, да, о котором мы будем говорить. Да, 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 сегодня у нас преобладает в студии красный цвет. Ну, кроме меня, к чему бы это? К деньгам бы, к деньгам. К деньгам бы. Ирина, расскажите, пожалуйста, как вообще пришло, не то, что в голову, как пришло в голову, понятно, все хотят путешествовать, но как вы осмелились брать такого маленького ребенка? И вперед! На самом деле мы с мужем очень много путешествовали еще до того, как родился наш сын Сережа. И, по большому счету, в кругосветное путешествие сейчас мы отправились, можно сказать, ради него. Потому что в Москве зимой очень серо, и говорят даже, что в декабре было всего 6 минут солнца. Поэтому, конечно, мы предпочли лучше быть с ним на море, под солнышком, где он может играть с песком, где он может играть с волнами. И вот отправились, и с собственной уверенностью в том, что все будет хорошо, в том, что для него это полезно, в том, что для нас это тоже лучше. Так оно и оказалось, в конце концов. Расскажите, ему сейчас один год и 9 месяцев позавчера исполнилось. И вот 8 месяцев своей жизни он пропутешествовал по разным странам. Ой, с колясками, да? В животике тоже путешествовал? В животике путешествовал. Как раз о его появлении мы узнали на Сицилии. И потом, получается, еще было два перелета, пока мы доехали в Москву, где мы сейчас живем. Как получилось, что вы пришли именно к такому путешествующему виду жизни? Расскажите немножко о себе. Я родилась в Якутске, уехала учиться в университет в Москву, там познакомилась со своим мужем, изучала там языки. И у меня очень много было стажировок различных, потом по работе было много поездок. Я работала в Италии, училась во Франции, училась в Америке. И как-то так повелось, что в моей жизни всегда было много путешествий. Муж очень поддержал эту мою инициативу, и потом мы стали путешествовать вместе. Рождение сына меня совсем не остановило, потому что я считаю, что ребенок выбирает родителей. И я считаю, что не нужно подстраиваться под ребенка, а нужно встраивать гармонично ребенка в свою жизнь. Очень здравая мысль. Он так и встроился, и мы стали ездить все вместе. Поэтому я думаю, что он вырастет таким гражданином мира, как и мы. И надеюсь, что чем старше он будет, и может быть даже с появлением следующих детей, тоже мы не прекратим путешествовать, а все так же будем покорять мир. Вы путешествуете сами. То есть я, например, имею опыт, когда безо всякого туристического агентства или оператора мы с дикарями путешествуем, и это действительно обходится дешевле. Я не могу объяснить всей факт. Ваш опыт о чем говорит? Так это? Мы всегда путешествуем самостоятельно, никогда не пользуемся услугами турфирм. Во-первых, потому что любим быть гибкими в своих планах и любим настраивать программу под себя. По поводу цены, действительно бронировать самостоятельно может быть дешевле, если бронировать на длительный срок. Мы ездили по всем странам и жили там по месяцу. Соответственно, можно попросить у хозяина квартиры скидку за длительное проживание. И в целом, можно сказать, что когда ты путешествуешь индивидуально, это гораздо-гораздо удобнее. В том плане, что можно в один день выбрать куда-то пойти, в следующий день куда-то не пойти. Поехать на экскурсию, лежать на пляже. Если ты едешь с туроператором, с группой, то обычно там очень плотная программа. Да, и нужно завтрак конкретно в этом отеле, к отелю привязан конкретный пляж. В общем, очень-очень все строго. Мы вот любим свободу. Понятно. Но многие родители опасаются путешествовать с маленькими детьми. Как вы можете на это ответить? Как это, может быть, развеять или, наоборот, подкрепить их опасения? Я выступаю всегда за то, что с маленьким ребенком путешествовать можно и нужно. Потому что ребенок – это член вашей семьи. И если вы любите путешествовать, то, скорее всего, и он тоже любит путешествовать. Скорее всего, он разделит с вами эту страсть. Так почему бы не поехать всем вместе и вот эти волшебные воспоминания, впечатления оставить на всех? Это взгляд оптимиста. А ведь там неизвестно, какая еда, неизвестно, какая вода. Ребенок не может капризничать. В дороге он может устать и будет плакать. Что делать? Самое главное – спокойствие родителей. Спокойная мама, спокойный малыш. И все зависит, в первую очередь, от состояния, от настроения родителей. Если вы верите, что все будет хорошо, то и у ребенка обязательно все будет хорошо. А такие вещи, как питание, как какие-то бытовые вопросы, их можно легко наладить на месте, потому что это так же, как и дома, вопросы решаемые. Очень здорово. Девочки, у вас что, родились какие-то вопросы? Я хотела спросить. Вы путешествуете по разным странам без остановки, правильно я так поняла? То есть это какая-то волшебная работа, да? Как ребенку испорнилось год, вы отправились в долгое путешествие, которое длилось 8 месяцев. И как вы, что почувствовали, какая есть разница путешествия без детей и с детьми? Ребенок накладывает очень сильные ограничения на путешествие, потому что нужно уважать его потребности, нужно уважать его желания, нужно, соответственно, быть готовым поменять свои планы в зависимости от его настроения, от того, что ему нужно в данный момент. Мы с вами продолжим, вернемся к нашей беседе через несколько минут после рекламы. Мы возвращаемся в студию к нашей интереснейшей гости Ирине Луговой и к интереснейшей теме, к путешествию с детьми. У Юлианы был еще один вопрос по поводу путешествий. Да, Ирина, я хотела спросить, кто составляет план путешествий? Вы с мужем вместе выбираете какую-то определенную страну или же выбираете по сезону? Мы вместе выбираем, куда ехать, но затем непосредственно организацией поездки занимаюсь я, потому что он работает дистанционно, а у меня, по идее, должно быть свободное время на то, чтобы всем заниматься. Но выбираем направление мы, исходя из того, где мы всегда мечтали побывать, где нам кажется интересно именно в этот момент, в это время. Потому что мы стараемся путешествовать не в сезон, когда в этом месте меньше туристов, когда там ниже цены, потому что не в сезон, опять-таки, чаще всего бывают какие-то скидки. Ну и в основном, как ни странно, не в сезон погода бывает комфортнее, чем высокий сезон. Например, вот в Средиземноморье, там летом ужасная жара, а в сентябре или даже зимой там очень-очень комфортно. Вы абсолютно комфортно общаетесь с местными жителями, да? На каких языках вы разговариваете? Я свободно говорю по-английски, итальянски и достаточно хорошо по-французски. За четыре месяца жизни в испаноязычных странах я также научилась говорить по-испански, но на следующие боли, то есть индонезийский и корейский, пожалуй, слишком сложные для того, чтобы освоить их за месяц. Но в целом у нас нигде не было особых проблем с пониманием местного населения. Это хорошо, вы можете там ориентироваться спокойно. А у нас здоровый вопрос назрел. Какая работа позволяет так долго путешествовать? Да, да, да. Где вы работаете? Муж где работает? Муж работает пиар-директором онлайн-сервиса для путешественников. И, соответственно, он не только работает с журналистами, он еще и рассказывает подписчикам страницы в Инстаграме своей компании о том, как путешествовать и делает интересный блог. Очень хорошо совмещает. Поэтому, да, у нас, можно сказать, ситуация выигрышная и для нас, и для компаний. Но прозвучала очень хорошая фраза, не путайте, как, туризм? Не путайте туризм с эмиграцией. То есть, если какая-то страна очень приглянулась, не спешите переехать, я так поняла. Конечно, общаясь с людьми, которые живут в разных странах, конечно, мы узнаем, каково там жить. Потому что, так или иначе, мы примеряем на себя эту страну, понравилось ли бы нам там жить. Но, естественно, после того, как ты пробудешь там какой-то более продолжительный период времени, уже вскрываются какие-то и неприятные моменты, сложности, бюрократические какие-то загвоздки. Поэтому, возможно, хорошо там, где нас нет. А вот в таком формате, как путешествуем мы, мы успеваем увидеть лучшее везде. И не видеть плохого. Не видеть плохого. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня нашли время. И так много полезной информации нам поведали. Мы желаем удачи вам во всех ваших путешествиях. Спасибо. Ну, а я хочу переключить ваше внимание на, да на себя, на любимую. Как сохранить молодость и красоту. Конечно, многие отдают предпочтение натуральным компонентам и, в общем-то, делают правильный выбор. Следующий сюжет наш расскажет как раз о новшестве, о натуральном новшестве, которое появилось благодаря нашим якутским ученым. Не секрет, что натуральная продукция полезнее, экологичнее и безопаснее. Поэтому в нашей республике впервые появилось натуральное мыло из якутского природного сырья, которое изготавливается исключительно вручную. По результатам многочисленных исследований, научных трудов, считается, что растительность, вообще флора Якутии, ну, и не только Якутии, северных регионов, где растение, вот, должна пережить зиму, да, считается, что содержит больше геологически активных веществ, полезных. Наше мыло не содержит ни вспенивателей, ни ароматизаторов. Мы добавляем исключительно экстракты природного происхождения, то есть это экстракты хвои наших сосен, то есть сосны обыкновенной, сосно-сибирской, произрастающей на территории Якутии. Поняли, что мыло обладает выраженным противовоспалительным эффектом, очень мощным, антибактериальным, ну и, конечно, вот, за счёт содержания различных масел, да, нерафинированных масел, обладает смягчающим свойством, да, кожа становится более мягкой, более чистой, вот, и эффект увлажнения. Процесс мыла варенья очень долгий и требует терпения, ведь это любимое всеми средство гигиены, которым мы пользуемся каждый день, созревает целый месяц, а то и больше. Мы, конечно, после гидролиза добавляем свои компоненты, активные вещества, экстракты по секретной формуле, конечно, да, и вот вы видите уже конечный итоговый результат. Клинические исследования хвойного мыла прошли успешно. Разница до и после значительна, поэтому оно подойдёт для тех, у кого проблемная кожа. В данный момент мы производим два вида мыла. Это, как вы уже, наверное, слышали, мыло с сосновой хвоёй. Второй продукт – это мыло с берёзовой чайги, которое имеет замечательный заживляющий эффект и регенерирующий, то есть восстанавливающий. И в ближайшее время, сказать по секрету, у нас появится третий продукт. Это будет мыло с циолитом и с мятой. С момента запуска мы поняли, что наша продукция эффективная, очень эффективная. У неё есть результаты, и мы как-то растём. Прошло всего два года, но мы чувствуем, что становимся популярнее, и наша продукция быстрее была. Для того, чтобы приобрести мыло, достаточно найти вот эту страничку в Инстаграме. Используйте только натуральную продукцию. Берегите свою кожу. Ну а мы продолжим наш разговор о детях, но уже несколько с иной стороны. Я рада пригласить в нашу студию Айталина Егоровна Слипцова. Здравствуйте, заходите. Это директор научно-образовательного центра Академия Успеха. И, конечно, у нас к вам есть несколько вопросов. Но прежде всего, наверное, стоит познакомиться с вашей Академией. Что она из себя представляет, как долго вы работаете, какие услуги представляете? Научно-образовательный центр Академии Успеха организован с 2012 года. Мы тогда открылись... Ну, бывают моменты в жизни у человека, когда остаешься без работы. Мы однажды остались без работы с супругом и решили открыть частное предприятие, научно-образовательный центр Академии Успеха. Это был, казалось бы, уже давно, 2012 год. А вы по специальности кто? Я сама математик. Доцент кафедры алгебры геометрии Института математики и информатики. Работаю в университете. С перерывами работаю с 1996 года. Мой супруг Афанасий Иванович, он тоже кандидат наук, доцентом работал в свое время. А сейчас мы вот частная компания Академия Успеха, работаем уже много лет. Направлений работы у нас очень много. И исследовательская работа с детьми, и консультации, и работа с родителями, и так далее. Вот пример, как двое научных работников образовали прекрасную пару и теперь делятся опытом. Скажите, пожалуйста, ну так как летний сезон, нас, конечно, интересует все, что у вас есть летнего. Что вы можете предложить? Значит, у нас каким образом мы работаем? Мы работаем вообще круглый год. Круглый год. Но основной наплыв детей у нас приходит во время конюнк. Мы работаем со всей республикой. Вся республика подъезжает на образовательные курсы. Но было время, когда мы это называли лагерь. Сейчас модно организовывать всякие лагеря. Сейчас образовательные курсы. Начиная с шестого класса, дети приходят и по трем направлениям работают и учатся. До обеда мы учимся. После обеда идем на культурно-познавательные мероприятия. Мы это организовываем уже много лет. Четыре раза в году. Поэтому опыт есть потрясающий. Команда работоспособная. Уже профессиональная команда вожатых выросла. Команда преподавателей, которые с нами уже много лет работают. Поэтому и результат, и качество работы с каждым годом становятся все лучше и лучше. А что дети выносят? Какими они заходят к вам? Какими они выходят после этих лет? Приходят дети разные. У меня обычно очень часто спрашивают родители. Говорят, а можно я среднего своего ребенка к нам направлю? Может быть, к вам приходят отличники, приходят олимпиадники? Я говорю, идите, пожалуйста, все. Потому что к нам, когда ребенок переходит, первое, что у нас, да, вот по прошествии многих лет, я сейчас замечаю, что мы превратились в площадку дружбы. Ух ты, как здорово. Самое главное, да, вот это вот самая главная цель, задача наша, это площадка дружбы. Что это означает? Из 35 районов республики приезжают дети. И мы сейчас уже видим среди них будущих руководителей предприятий, будущих директоров школ, будущих управленцев, людей, которые будут между собой общаться. Ну вот представляете, парни приходят, девчонки приходят, они сейчас вот в пятом, шестом классе, потом еще много же раз к нам переезжают. А вы уже тонким чутьем педагога, да, и опытного работника? Да, мы понимаем, что вот они будут продолжать общаться много лет, они будут в студенческие годы общаться, они будут потом в профессиональной деятельности общаться. И вот с этой точки зрения наша Академия Успеха, конечно, это потрясающе. У вас образовательные, вот что туда там для входа? Курсы, шестой, седьмой класс, у них математика, русский, английский разговорный. Восьмой и девятый класс у нас целенаправленно это сдача ОГЭ, ОГЭ по трем направлениям, есть физмат-группа, есть биолого-химический профиль, а есть еще гуманитарный. Гуманитарный мы сейчас сделали так, там будет математика, русский как обязательный предмет, будет общество знания и будет еще английский язык. Потому что английский сейчас очень сильно востребован, у меня очень много сейчас родителей стали спрашивать, английский есть? И вывели. Вот это одно из новшеств, давай в этом сезоне. А как вообще длится сезон? Длительность 10 дней, длительность 10 дней, пребывание с 9 утра до 6 вечера с питанием, с обучением, с культурно-познавательными мероприятиями, эти мероприятия тоже очень сильно нравятся нашим детям. А мероприятия какого плана? Есть спортивные состязания, есть выезжаем в кинотеатры, выезжаем на боулинг. Бывает, мы маленькие мероприятия, такой эсэх организовываем, свои внутренние детям. А, то есть эсэх еще впереди у вас тоже. Да, да. Где вас найти, как узнать? Телефон мой есть везде, у нас есть сайт успех.ikt.ru, мой телефон есть везде, есть страница инстаграм и так далее, есть рассылки делаем. В целом республика нас знает уже давно, очень много звонков, клиенты постоянные, есть у нас скидки, например, если ребенок ходит 5 раз, то 6 раз он приходит абсолютно бесплатно. Так бывает. А если много уже детей, таким образом уже занимаются, общаются, вот нынче из Покровска несколько детей так приедут, с Усть-Алданского района несколько детей так приедут, то есть они 5 раз ходили, 6 раз приходят абсолютно бесплатно. Вы в Якутске располагаетесь, получается, да? Все образовательные вот эти курсы летние, они в Якутске работают? Да, они в Якутске, но в этом году у нас еще фишка какая, да, в этом году очень сильно стало развиваться у нас направление, это дистанционное обучение. Мы начали детей обучать по скайпу. По скайпу, да? И это, да, очень сильно понравилось детям, сейчас на примере есть у нас пример Никитин Женец, 33-й школы, да, восьмиклассник, обучение полностью прошел по скайпу, сейчас я его пытаюсь звать, иди сюда, пожалуйста, оффлайн будем заниматься, нет, я говорю, мне скайп нравится. Ух ты какой. Вот красота же, в 40 градусов не надо стоять на улице, по скайпу полное обучение можно получить. Но навыки социализации никто не отменял. Так, и что самое интересное мы еще... Подождите секундочку, самое интересное мы оставим на потом, а все потому, что нам нужно сделать небольшую паузу, после которой мы непременно вернемся в нашу студию и продолжим наш разговор. Айталина Егоровна Слепцова сейчас нам продолжит рассказ о том, что же еще интересного приготовила ваша Академия Успеха. Нынче мы с декабря месяца начали сами обучаться сильно интернет-предпринимательству. То есть как вести блог, как вести эти страницы, Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте и так далее, да. И мы со 2 июля тоже будем начинать эти курсы специально для детей, для желающих, кто хочет заниматься, развивать себя потом в интернет-предпринимательстве. Вот с этой точки зрения, конечно, у нас фишек в этом году очень много. Опять же возрастное ограничение, да, получается там скольки... Ну, сейчас к нам же будут приходить дети после 5-го класса, вот после 5-го, 6-го класса к нам будут приходить. Поэтому мы с ними начнем работать. Ну, естественно, понятно, у нас 8-й, 9-й класс, 10-й, 11-й, это вот дети уже самостоятельные, креативные, очень позитивные. У нас же молодежь очень продвинутая. Да. Да, во многом даже мы у них учимся больше, чем они у нас, и поэтому наверняка на эти курсы будем друг друга дополнять. Превосходно. Да. Молодежь относится к учебному процессу. Летом ведь хоть что-то доведет. Знаете как, почему вообще детям нравится наша Академия Успеха, да, кроме того, что вот они обучаются, да, до обеда, мы же им очень большую, большую культурно-познавательную программу предлагаем. Это первое, да. Потом, почему детям нравится у нас учиться? Потому что у наших преподавателей, это основной состав идет с университета, выработанная методика, методика подготовки к ОГЕ, ЕГЕ, это другая система. Не такая, как в школе, да? Да, чуть-чуть другая, потому что методика отработанная, там есть свои фишки, есть задачи, которые можно вообще по-другому решать и так далее, и тому подобное. Конечно, в учебниках это все дается, фундаментальные знания, да, учителя у нас очень хорошо это все дают, но дополнительные методические фишки есть у многих наших преподавателей, поэтому детям очень нравится к нам переезжать и учиться. И вы делитесь с детьми, да? Да, мы с детьми делимся, мы делимся с учителями, к нам учителя приходят учиться. У многих образовательных курсов, таких особенно кратковременных, есть своего рода фишка, не фишка, подводить итоги, в конце которых дети делают какую-то одну работу общую или каждую индивидуальную. У вас то же самое? У нас, знаете как, обязательно мы следим за отзывом родителей и за отзывом детей. Первое, наш критерий, это отзыв детей. То есть то, что они пишут в социальных сетях? Нет, не только. Они и нам обращаются, они дают рекомендации про нас и так далее. Вот это все полностью у нас мониторится. Вот с этой точки зрения, конечно, и мы у них учимся, и они у нас учатся, и мы специально учимся у других предпринимателей вот этим фишками. И у вас, конечно, какая-то положительная практика, уже наработанный опыт, он уже где-то можно и прочитать, увидеть все. Конечно. У нас есть сайт, на сайте можно посмотреть, и отзывы детей есть, и отзывы родителей есть, и результаты наши есть. Пожалуйста, заходите в успех.кт.ру, на сайте можно все найти. Как здорово. Напоследок у вас есть возможность в прямом эфире обратиться к телезрителям и со своими желаниями. Да, можете к нам приезжать. У нас начинается сезон. Со 2 июля есть три смены. Со 2 июля, с 14 июля и с 26 июля есть три смены. Приходите, запишитесь. Мой телефон, сайт, и все доступно. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что это был директор научно-образовательного центра Академии успеха, а это Алина Егоровна Слепцова. В последнее время у нас народ очень начали увлекаться феншуем, да, получается. И в одежде. Ну, в одежде, как бы я особо не предполагала, но, оказывается, так тоже делается, да. Я думала в интерьере, в основном, в экстерьере, да. А тут вот сегодня для этого мы пригласили очень интересную девушку, специалиста по феншую, Наталью... Добрый день. Наталья Гуляева, здравствуйте. Наталью я знаю уже как-то давно. Она к нам приходила, да, в гости один раз рассказывала тоже там какие-то свои эти... То есть феншуй и одежда тоже могут быть тесно связаны, так? Да, и согласно вообще китайской философии феншуй, как одежда и аксессуары, это считается вообще продолжением человека. Как вот выбранный вами наряд, цвет, фактура, да, даже, да, может многое сказать, чем ваше прекрасное лицо, либо слова. Я сегодня принесла ткани. Так, а где они у нас? Да, мы сейчас вытащим, покажем. Вы будете здесь показывать или поменяете местами? Какие ткани можно использовать, кому и как и на что. А Юлиана ко мне. Да. Придет и будем зрителями. Ткани и феншуй. Ой, смотри-ка, золото, я вижу, это зелень. Да, золото, слитки золота. Вот, смотри. Например, вот такая ткань, для чего? Золото вообще считается, да, цветом богатства, изобилия. Конечно, нельзя во все золотое одеваться. А можно вот аксессуары, да, какой-нибудь красивый пиджачок сделать, да, клатч, или какую-нибудь там хорошую сумочку. Не обязательно там во всем золотом ходить, чтобы привлекать какое-то вот энергоизобилие и богатство. Это может быть аксессуар, тука, может быть наряд, ну, это зависит от человека, наверное. Вот, например, зеленый цвет. Зеленый цвет, да, зеленый цвет, он вообще для здоровья, для успокоения души, можно сказать, да, используются цветочные орнаменты тоже для романтических каких-то. Вот, если хочет девушка там познакомиться, идет на первое свидание, да, можно какие-нибудь нежные цветочки надеть, да, вот, надеть платье такое. Еще до свидания очень подойдут такие горошки, цвета такие розовые, нежные, какие-то вот, да, такие цвета. Да, допустим. И горошек же еще говорят, что это денежки. Денежки, да, это же как монетки, как металл, это у нас тоже привлекает денежки. У кого там было платье в горошек-то? Какого из модельеров? Он что-то знал, да, или она? Шанель? Шанель, да? Нет, Диор, Диор, у Диора, да. Кто-то явно знал о деньгах. Горох вот этот был, помните, очень. Этот, как фильм называется? Красотка. Красотка, да, коричневого платья в горошек. Она же стала богатой. Если так подумать, да? Прослеживается, да. Что еще о тканях можно рассказать в связи с пешуем? Вот еще звездочки, вот еще. Звездочки, черно-белый цвет, это цвет очень творческих личностей. Вот, Дор, да. Как раз. Да, да, да. Чисто интуитивно, оказывается, я вот черный и белый цвет еще обожаю, да, и серебро. И вот Наташа подтвердила. Так. Так. Значит, где-то у меня тоже зачатки имеются. Черный и белый цвет. Ну, ты же творческий человек тоже. Я думала, нет, я думала, я дисциплинированный, сухой математик. Еще имеет значение очень многое не только цвета и принты, да, но и фактура ткани. Огонь. Вот смотрю, у вас, да, сегодня очень много красного. Сегодня пятница, сегодня день красного цвета, можно так сказать. День красного цвета. И красная оправа, смотри, у Доры даже. Ну, это да. Чтобы привлечь внимание вот, да, к себе и стать как-то себя, вот ощущать себя как-то более уверенной. Может использовать вот красный цвет. Да, 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 да. Красный цвет не всякий же любит. Да, конечно. Бывает время, когда вот, вы замечали, да, красный вообще отторгаешь, вообще не хочешь. Да, даже помаду не можешь красный. Да, 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 да. А потом вот сейчас у меня наоборот такой красный период. Я вот хочу красного цвета что-то. Что у меня это? Ну, вот смотри, Дора, вот скажи, пожалуйста, и твоя гостья, ведь красный, он привлекает внимание очень сильно. Надевая его, ты уже тем самым демонстрируешь свой внутренний какой-то стержень, да? Значит, ты не боишься этого внимания, это так? Конечно, нет. Я боюсь. И в этом месяце, в июне месяце, это месяц у нас лошадки, лошадки, это у нас самый янский красный огонь. Так. Да, он прямо вот говорит об этом, иди вперед, давай, добивайся вот красного цвета, и, можно сказать, об этом говорит. То есть в июне, в этом именно июне? Вот, мне надо добиваться чего-то тогда. Нет, каждый июнь, можно сказать. Каждый июнь, каждый год в июне. Не во всем красном, да, хотя бы аксессуарчики. Вот он, петушок красного цвета. О, да, петушок маленький со стразиками. А вот, Наташа, смотри, вот такие принты, например, вот полоска, да, как бы обычная полоска, а вот тут, вот смотрите, тигр, девочки. Ты, ой, цвета тигр. Тигр цвета неожиданно. Для чего? Для чего? Тут и бабочки есть, кстати, и цветочки. Вообще, если так смотреть, да, по феншуи, тут, можно сказать, все пять элементов. Так. Все пять элементов, да. Вообще, человек должен одеваться во все пять элементов всегда. Баланс должен быть. Какие элементы? Это не обязательно нужно одеваться, как радуга, да, то есть белый, желтый, красный и так далее. Нет. Цветочки, это же у нас дерево. Зверек, это у нас, это уже огонь, да. Это стихия. Бабочки, допустим, да, по стихии, если так смотреть, белые полосочки, это у нас металл, синие цветочки, это у нас вода. Ну, то есть мы угождаем буквально всем стихиям. Да, гармонируем. Если вот из этой ткани платье надеть, ты уже гармоничишь человек. Думаешь. Во всем. Наверное. Подожди, стой, Дора. Юлиана, подожди, пожалуйста, ты можешь быстро на нее прикинуть? Пока Наталья нам будет следующую ткань объяснять, прикинь, пожалуйста. Запросто. Да, запросто. Наталья, что следующая ткань нам говорит? Платье какое. Вот, смотрите. Вот это вот, допустим, ткань, она такая гривая. Это уже готовое платье, видишь? Вот так? Слушай, действительно так. Сейчас из этого материала можно сделать платье-рубашку, например. Да, очень даже здорово. На каждый день, на повседневку. Как раз гармоничный человек. Еще раз сзади вот сделай-ка и подойди. Вот так, да? Поясом. Вот смотри. Вот так. Слушай, действительно, как здорово. Оля, это ты. Нет? И такой тигр оскарился. Да, да, да. Ну, не тигр. А следующая ткань, что ты говоришь? А вот такой принт интересный, смотрите. Это тоже очень такой яркий пример того, что нужно как себе привлечь внимание, да? Сейчас лето, и не обязательно вот в офисе одеваться только во все черное-белое, да? Можно из него там сделать какой-нибудь кардиганчик красивый, да? Или вот как блейзер. Это может быть шакет, например, юбочка такая запахом. Все-таки разное там можно придумать. Это чтобы... Дор, у меня вопросы. Когда видишь такую смелую ткань с необычным принтом, например, я как человек не шьющий никогда, мне очень сложно понять, а что из этого может быть? Как развить все это? Приходи ко мне, я тебе скажу, что из этого может быть. Буду фотографировать и к тебе приходить. Да, 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 приходи. То, что тебе понравится в магазинах, купи, да приди, я тебе скажу, что из этого будет. Я боюсь покупать именно потому. Например, из этого мы шьем пальто летнее. Ну, как пальто-халат. Ух ты! Вообще шикарное. Придете, посмотрите. А есть ткани, из которых может, например, Юлиана сделать что-то домой? А прикиньте, вот с этими красными штанами, как красиво смотрится. Сейчас я вам покажу. Считается очень приятно. Или сарафан такой. Да. Такой лаконичный силуэт. Слушай, как здорово. Спасибо, Дура. Буквально ты для меня открыла какой-то новый мир, новое измерение. Вот, не зря я сегодня пришла. Конечно, нет. Я очень надеялась на то, что ты откроешь множество секретов. Да, Наташа очень много рассказала секретов. Да, и спасибо большое, что вы пришли. И со столь новой стороны нам фэн-шуй открыли. Ну, а мы вернемся в студию всенепременно сразу после рекламы. Ну что ж, я после столь замечательного экскурса в фэн-шуй и ткани, я хочу опять вернуться к детской теме. И приглашаю в студию Тойару Нестерову. Это детский психолог. Она сегодня нам расскажет. Здравствуйте, Тойара. Добрый день. И тоже в красном, видите? Тоже в красном сегодня, да. Все здорово. Ну, действительно, Дура, ты права, и гостья твоя тоже. Да. Мы сегодня говорим о развитии детей, о психике детей в разных стадиях развития, да? Ребенок в антогенезе, как говорится. Да, в антогенезе. Сейчас очень много родителей озабочены развитием детей. Ну, это здорово, конечно, да. Они пытаются... Загрузить детей. Нет, иногда они сами грузятся, вместо того, чтобы заниматься чем нужно. Начинают искать супермодный детский сад, такие кружки, которые... Или продвинутые школы, да? То есть делают не то, что нужно для развития ребенка. Это я. У меня пятилетний ребенок, я ее таскаю по школам. А я вообще не занимаюсь. В смысле, как бы не таскаю? У нас якутский садик. Мы ходим в школу в одну. Ну, скорочтение, там, ментальная арифметика, английский язык. Это все самое лучшее она хочет знать? Да, и самое важное, да, в этом вопросе, конечно же, учитывать желание, потребности ребенка. Вот он ей нравится. Да, вот если нравится... Ну, тебе повезло, представляешь? Да, учитывать потребности ребенка в каждом возрастном этапе ребенка, да. Например, некоторые родители с ранних лет, ну, вообще даже с младенчества начинают развивать чтение, письмо, там, или вообще какие-нибудь там супер стихи начинают учить, да, с пеленок, например, да, по модным таким методикам. Ну, на самых ранних этапах, да, самое важное, это, конечно же, сенсомоторное развитие. Это вот, например... Пальчики, чтобы хорошо двигались, да, чтобы ручки хорошо держали. Да, сенсор, развитие, развитие речи. Ну, ведь сенсорика очень тесно с речью связана. Да, конечно, мышление, речь тоже. Да, вот это вот, да. То есть родителям стоит немножко... А как им ориентироваться? Они не знают, они думают, что это хорошо. Да, вот именно вот, именно надо начинать... С? ...в зависимости от потребностей ребенка. Он же маленький, они же не знают. Да, вот именно... Он только хочет играть, например. Да, вот... Какие-то советы вот дайте родителям. В младшем школьном, ой, дошкольном возрасте, да, важно развивать ребенка, да, в зависимости, например, в игровой сфере, да. Обучение, например, в игровой форме получается. Да, ведь они так и делают, методики-то вот эти обучения, когда слоги показываешь, там, стишочки пишешь. Да, это очень, например, вот эти слоги, карточки, это тоже очень хорошо, да. Это игровая форма. Да, а вот самое главное, да, надо, чтобы в реальности ребенок тоже все это знал. Чтобы окружающая действительность тоже, например, ну... Чтобы он понимал, что это означает, да? Да, конечно, понимал и условия создавать для этого родителям. Например, в младшем школьном возрасте, да, учебная деятельность, это самая ведущая, да? Да. И учитель, это идет как авторитетное лицо. В начальных классах, например, все же идут на учителя, например. А в подростковом возрасте, наоборот. Детям-то все равно, между нами говорят. Это, да, родители дают, чтобы ребенок потом как-то развивался правильно. Надо не супершколу искать, а ориентироваться на учителя. То есть, вот так, да, слушайте, это очень хороший совет. Это очень правильный совет. Это в начальной школе, да, а потом вот с ребенком вот говоришь, да, и он говорит, мне не понадобится этот предмет, ну, с подростком. Да, еще с такой уверенностью. Мне в жизни он не понадобится. И учитель тоже уже не авторитет, да. Как быть в этом возрасте? В этом случае что делать? В этом возрасте, да, это особенность возраста. Именно вот то, что у него преобладает общение со сверстниками. Да, и родители больше не указали. Отрицание на все и вся. Вот отрицание на все и вся, это тоже вот идет сигнал родителю. Значит, родитель что-то делает не так. А что именно, как ему узнать-то? Вот же загвоздка-то в чем. Что-то родитель делает неправильно, а что даже он отрефлексирует, как говорится. не может, понять не может. Да, для этого надо вот совместно с ребенком идти к психологу. Если это уже вопрос такой. Это во все боятся как огня. Чтобы я к врачу пошел, да вы что, я здоров. Да, да, да. Я не больной, да? Нет, сейчас уже менталитет меняется. Ой, хорошо. Дети очень хорошо реагируют на психологов. Какова ваша практика? После этого налаживается отношение, как-то изменяется отношение родителей к учебному процессу? Что происходит после того, как они вдвоем или втроем, как правильнее, да, папа, мама и ребенок посещают психолога? Да, вообще это такая деятельность должна быть совместная. Не только семья, ребенок, а еще и учитель, да? В общем, в комплексе все должно быть. Как вы стали психологом? Почему именно эта тема вас интересовала? Да, мне очень нравятся психологии, особенно с детками заниматься. Вы с какими детками занимаетесь? У меня сейчас школьный возраст детей. Маленькие берете? Да, маленькие берете. Ну это же довольно сложно, они еще и говорить-то некоторые не умеют. Ко всем нужен индивидуальный подход. Вот, например, маленькие дети, да, у них развивается речь не так, как напиши или скажи, вот, именно на занятиях, да, а идет вот творческий процесс. Путем творчества, песен, сказок, прибауток, вот таких вот. Ну, на слух все, они же все на слух воспринимают. Понятно. Но вы, где вы учились? Я училась, еще тогда было Якутский государственный университет, факультет психологии. А вот то, что я учу, вернее, как бы ребенка своего учу, там, она уже читает, у меня пятилетний ребенок, да, считает. Я боюсь, что она когда в школу пойдет, и все это надоест, и она не захочет. Знаешь, что, Дора, с таким характером, как ты, ты и такую школу выберешь, там, по анкаре будут решать тем формулы. Я прям боюсь этого. Что-то я что-то... Ну, действительно, не будет ли скучно ребенку? Да. Да, вот, если вы хотите именно вот продвинутую школу, да, тогда лучше начинать с шести лет, так, примерно за год уже, чтобы ребенок ходил в подготовительные курсы, например. Она у тебя уже этим занимается, фактически. Да. Получается, сейчас мы в группу подготовительную пойдем, она уже, как бы, и читать умеет, а я вот боюсь, что ей скучно будет. Чем еще занять? Ну, в продвинутой школе, конечно, я думаю. Да, уже в школах сейчас дети читающие идут, да. А вот в средних школах это, конечно, не припощряется, да. То есть ничего пока не изменилось? Наоборот, ей будет легче учиться. Я тоже своего рана отдала. Да, буду думать так. Он пришел уже и читал, и считал, и там программа совсем другая. Ну, я вообще на вашем фоне, конечно, себя чувствую немножко. Да, потому что я как это, как Бог на душу положит, как будет, так будет. Да, ну от педагога, конечно, зависит очень многое. Ну, и благодаря помощи психолога, я полагаю, действительно, и родителям гораздо проще разобраться со всеми своими проблемами. Большое спасибо вам, что вы нашли время сегодня, что вы пришли к нам, что вы немножко рассказали о том, что такое антогенез и как ребенка, в общем-то, выбрать правильное направление развития для него. В студии была Туяра Нестерова. Ну, а мы, судецкий психолог, да, а мы готовимся уже увидеть, что приготовила нам Юлиана. Итак, я хотела бы показать свои итоги. Вот что у меня получилось. Страшила и получилось. Да, вот такая корзина получилась замечательно. Можно ее поставить в детскую комнату, также можно использовать для чистого белья, как мы уже сегодня заметили. Вы можете также при желании пришить сюда ручки. Вот я вот не успела это сделать, но дома это делала. А на машинке на этой можно это сделать? Да, конечно. Покажи, пожалуйста. На машинке можно пришить? Я вот, наверное, лучше скрепочками, да? Ты можешь пришить. Я хоть посмотрю, как работает профессионал на швейной машинке, я тебе честно скажу. Нигде я этого не увижу. Да, я посмотрю. Давай поближе подойдем и пощупаем самое главное. Спасибо. Расшивается она очень легко, иголочка проходит по ткани тоже хорошо. Вот, смотрите. Если мы хотим ускориться, сделаем это, то быстрее. Вот такой квадратик, да, в том месте, где вы хотите пришить ваши ручки. Вот у меня всегда вызывает священный ужас. Страх. Страх, конечно, все же сдвинуться может вся ткань. Как она у нее не сдвигается? Ничего нет. Так, а это мы сделаем вот так назад. Да? Да. И теперь развернем. Так. И вот так. Вот и все. Ой, время бы найти на такие вещи, а, Оля. Ну, Канюша, у тебя в этом проблема, а я, например, машинку боюсь со школьных лет. Приходи ко мне, я тебя научу. Да, я тебе машинку поломаю, вот веришь, нет? Это даже можно забиться сейчас, что так оно и будет. Так, сейчас вторую. Значит, внутри ткани у меня находится синтепон. За счет этого держатся стенки. Форму держат, да. И ткань должна быть двух разных цветов, да? То есть одна с внутренней стороны будет, и одна будет с внешней. Ну, пока ты дошиваешь, я хочу сказать, что сегодня был достаточно насыщенный эфир, он очень ярко начался у нас, да, и не менее ярко сейчас закончится. И красный цвет, равно как и детская тема, сквозь всю передачу у нас прошла. Ну, и надеюсь, что все наши советы вам пригодятся. Не только наши, и не столько наши, сколько те, которые вы услышали сегодня от наших гостей. Юлиана, показывай, что получилось. Быстренько. Одну ручечку я пришила. А, вот так вот. Да. Положите. Дора, это даже к тебе идет. Даже сумка. Все тебе идет. Ну, как сумку можно таскать. Да, можно как сумку таскать. Ну, вот. Креативные люди, они такие. На море полотенца. Да, да, да. Спасибо большое. Мы встретимся с вами еще раз. Не знаю уж в каком составе, девочки, но мне очень понравилось. Спасибо вам большое за сегодняшний эфир. И всем хорошего настроения. Летнего, настоящего, искристого и звездного. Субтитры сделал DimaTorzok